коллеги всем привет на связи халли поведение и этому еженедельный выпуск с анализом и прогнозом финансовых рынков в этом видео мы с вами затронем тему рисков на сегодняшний день на мой взгляд тема крайне актуально поэтому остановимся на ней подробно наверное впервые впервые за там по почти несколько лет выпусков этих еженедельников да вы блок по оценке рисков будет больше блока по макроэкономике ну и также мы подробнее останемся остановимся на рынке зерновых это затронем тему кукурузы посмотрим что прогнозирует минсельхоз американский также будет больше информации о рынке газа поскольку вышли свежие оценки минэнерго американского посмотрим что прогнозируют по рынку газа на текущий год а ну и по традиции мы с вами поговорим по макроэкономике затронем тему золото доллара меди ну в общем всем всем тем на чем можно поживиться ну что ж друзья ну давайте прежде чем перейти к непосредственно уже анализу небольшой в очередной раз небольшой анонс и спонсорский канал там вы сможете получить ранний доступ моим видео стать спонсором моей деятельности спасибо всем спонсором наши ряды конечно редеют поскольку виду известных событий да у нас военное действие поэтому конечно же людям не до рынка но приходится работать дальше это мой это моя работа я просто делаю свою чертову работу как говорят американцы вот с также также готов посотрудничать ввиду конечно же опять таки военных действий доходы проседают естественно дам поэтому если у кого-то есть какие-то предложения посотрудничать давайте посотрудничаем я имею ввиду анализ либо же создание контента возможно управление также есть спонсорские каналы есть торгуем и вместе можем поработать в этом на этой почве поиск информации аналитика то есть все то что касается финансовых рынков вплоть до создания стратегии там ну и так далее так далее то есть я готов браться за любую работу связанную с финансовыми рынками и время у меня для этого уже есть так что пишите либо в комментариях а лучше всего в личку пишите в личке телеграма думаю думаю там сейчас будет большинство уже все все больше и больше участников прибывает в телегу они в инстаграме извините поэтому давайте списываться там ссылку на свою личку я оставлю в закрепленном оставлю в описании к этому видео ну что ж друзья поехали по традиции мы начнем конечно же с блока по макроэкономике итак первая картинка мы начнем с такого запаздывающего показателя как денежная масса в развитых странах выраженная в долларах по курсу данные здесь на январь месяц данная запаздывающая поскольку денежная масса данные по денежной массе выходят с большим лагом несколько месяцев поэтому вот приходится довольствоваться малым тем не менее что мы видим мы видим что спр уже год как денежная масса не увеличивается то есть у нас есть момент замедления темпа роста денежной массы ну и мы понимаем что с переходом к день к жесткой денежно-кредитной политики денежная масса начнет сокращаться на сегодняшний день есть то есть я имею ввиду на январь месяц если посмотреть кумулятивный эффект то пока что некие приросты от месяца к месяцу продолжают наблюдаться но они крайне крайне невыразительные имеют характер затухания да то есть темпы их очень-очень вял и что хотелось бы сказать по этому слайду я его публикую в канале telegram в общедоступном канале telegram он есть ссылка на который есть в описании к этому видео вот дальше давайте но это мы понимаем что ликвидность ликвидность крайне важный момент для финансовых рынков поэтому с ликвидностью проблемы начнутся и они уже начались даже еще до начала qt и cb как мы сейчас увидим и cb тоже ужесточается ну и собственно не мудрено до учитывая тот темп роста инфляции который у нас наблюдается по всему миру далее китай данные по кредитному циклу в китае данные очень плачевные на мой взгляд по некоторым показателям сокращение гораздо сильнее ожидания особенно это является финансирование соц обеспечения это финансирование на провинции скажем так да то есть это финансирование от центрального правительства местным правительством мы видим что финансирование даже в два раза хуже да вот чем ожидалось и в там в пять раз хуже чем было в январе денежные денежная масса м2 сокращается до 9 2 процента в годовом исчислении то есть относительно прошлого года на 9 2 процента больше было в январе 9 8 ожидали 9 5 объем выданных займов тоже в феврале ниже ожиданий на тысячу один триллион двести тридцать юаней это в три раза меньше чем было в январе и ну и там примерно на 20 процентов меньше чем ожидалось ну и рост банковского аккредитования мы видим что замедлился ожидали что будет без изменений относительно января то есть китай не поможет мировой экономики то есть то что я раньше говорил о том что вполне возможно что китай сможет сможет посодействовать до в оживлении делового цикла мирового этого сейчас не происходит ну и собственно на этом фоне медь провалилась то есть как я и думал что если в китае будет будет рецессия мы видели по данным play my composite что предрецессионное положение ниже 50 мы уже были в феврале по деловому циклу а для того чтобы констатировать рецессию показатель должен быть ниже 50 пунктов на протяжении трех месяцев квартала ну что и говорит о том что ввп будет сокращаться то есть есть очень нехорошая динамика и вот медь на это среагировала плохо что я из меди вышел в понедельник перед этим падением то есть но там у меня были небольшие убытки относительно того что я закрыл портфель ну давайте о позициях я скажу в по традиции в блоке с итогами по китаю ничего хорошего ничего хорошего здесь не стоит ждать инфляция в америке продолжила расти 79 процента ну почти 8 до скажем так при этом что любопытно что базовая инфляция выросла еще сильнее моя модель перерисовалась почему потому что ввиду продолжение роста сырьевой сырьевых активов цен на сырье конечно же идет перестройка плюс у нас есть моменты сын ростом ставки моменты своей денежной массы но в общем то моя модель перестроилась и начинает теперь рисовать стратосферу на конец текущего года ну примерно на осень да да вот этот вот два раз два до два месяца которые мы рисовали модель которая мама я указывала на то что у нас будет снижение инфляции мы пропустили на группу по известным причинам потому что у нас остается крепкий рынок труда что мы сейчас увидим и у нас есть момент с высокими ценами на сырье вероятнее всего фрс у нас на следующей неделе заседает вероятнее всего у нас будет ужесточение денежно-кредитной политики которая скорее всего подтолкнет мировой рынке я имею мировую экономику состоянии рецессии вот по поводу рынка труда в феврале месяце то есть извините в январе до данная на январь в январе месяце количество открытых вакансий относительно безработных немножко сократилось то есть мы видим что момент у нас достаточно позитивный даже можно сказать последний раз такое было до кризиса обычно эти были это были но какие-то полки да это прям вот конкретное сокращение то есть дефицит рабочей силы он немножко подсократился но он остается на очень высоких уровнях она 17 в 17 раза открытых вакансий больше чем безработных то есть вы представьте что даже если все выйдут на работу все равно открытых вакансий будет больше конечно же это подталкивает повышать зарплаты конечно же это подталкивает цены на то есть широкий индекс цен да вы имею ввиду в экономике америки поэтому конечно же это добавляет инфляции предложения к тому инфляции кто инфляции спроса которая связана сейчас мы еще увидим нас бегством реальные товары на кто кто инфляции предложения которые связаны с высокими ценами на сырье то есть в общем то на самом деле уровень цен питается сейчас то есть темпы годовые темпы цен питаются с разных сторон это и монетарная инфляция остается естественно денежный навес потому что баланс фрс и вообще центральных банков еще не сокращали то есть в общем по поводу цен я думаю что моя модель она действительно рисует те перспективы которые могут произойти по поводу инфляционных ожиданий в еврозоне 30-летние инфляционные ожидания собственно момент достаточно интересный взлетели выше 2 5 процента резко вернулись обратно по америке сейчас увидим что возврата не произошло момент очень очень серьезный ну если говорить по теме яйцебу давайте я ее выведу в итоге к этому блоку так чтобы было резонно и понятно то есть это я по эту картинку я транслирую для того чтобы продемонстрировать что высокие темпы инфляции годовых ты годовые темпы инфляции держатся по всему миру и это не мудрено потому что деловой цикл залитый деньгами к юге взвинтил цены на сырьевые активы укрепил рынок труда создал инфляционные условия что привело к повышенному спросу в общем произошел такой коллапс скажем так который вряд ли ожидали мировые центральные банки ну и вот момент крайне интересные предварительные данные по на по потребительским настроениям от мичиганского университета мартовские данные свежие данные обратите внимание какой чистейший стокфолиционное настроение чистейшие стокфолиционное настроение имеют потребители то есть но оценка текущих условий будем честно да вот оцениваются но немножко хуже чем в феврале но тем не менее мы очень низко мы даже переписали уровне вот по пост кризисного одиннадцатого десятого годов а вот если смотреть взгляд в будущее настроение ожидания до синяя зеленая соответственно мы видим что просто летит все в пропасть и гораздо хуже эти ожидания настроения чем были в марте двадцатого года в момент финансового кризиса вот ну и при этом всем инфляционное ожидание на следующий год 5 и 4 процента то есть народ ожидают рост цен и ухудшение экономической ситуации как что это как не стокфолиционное настроение да вот это стопроцентное стокфолиционное настроение и вот такой картинки я не наблюдал вот за всю историю показателя я надо бы наверно посмотреть 70 я это сделаю когда буду делать уже официальные данные окончательное мартовские через две недели они примерно будут выходить я их сделаю и выложился у себя в канале телеграм посмотрим ну во первых были данные в 70 я думаю что были потому что миссионский университет занимается этим исследованием уже очень длительное время поэтому это должны зацепить 70 вот посмотрим как тогда было то есть в общем-то я провожу параллель 70-ми годами с великой стокфляции 70-х которая в течение года перешла в рецессию и рецессия длилась около семи лет только рейган смог это все все дело перевернуть сделав дешевые деньги но начал путь до удешевления денег и дефицита государственного бюджета что начало что привело вот к росту госдолга америка америки вот в эта штука она о чем говорит о том что люди ожидают высокие цены и плохие условия то есть конечно же народ бежит убегает убегает от доллара хотя доллар укрепляется не пойму почему ну пока дешевые товары до народ убегает в сторону товаров и в общем то это продолжает поддерживать высокий уровень спроса согласно индексу ридбук розничная продажи на прошлой неделе оставались на 13 процентов выше чем годом ранее и мы понимаем что это не низкая база до не низкая база прошлого года потому что в марте уже уровень розничных породов годовые темпы розничных продаж были на высоких уровнях уровне 10 процентов вот но это в несколько раз остается выше чем среднее значение розничных продаж до кризиса двадцатого года рынок труда на прошлой неделе чуть ухудшился ожидали меньше меньшего ухудшения но тем не менее показатель на очень низких уровнях минимум этом 50 лет поэтому на мой взгляд пока что ничего страшного на рынке труда не происходит и в общем то можно насчет этого можно не беспокоиться с другой стороны конечно крепкий рынок труда подразумевает более агрессивные действия фрс мы уже скоро об этом услышим несколько дней подождать плюс-минус пару тройку да как говорят и там уже мы сможем оценить оцените перспективы которые нас ожидают ввиду на риторики центрального банка америки небольшой итог к этому выпуску ну давайте как и обещал по поводу центр европейского центрального банка достаточно в спонсорском канале я выкладывал свое резюме на этот на этот счет достаточно но мы понимаем что конечно же европейский центральный банк тоже начинает ускоряться в процессе сворачивания к юге до ию до до конца марта то есть уже в конце этого месяца будет свернута антиковидная про программа до юге вы выкупа активов дан две программы которые у нас имеются одна будет свернута до июня 2 и 3 будет свернута возможно в третьем квартале то есть вот сократят ее до 20 триллионов до 20 миллиардов да вот объемы выкупа и возможно она будет свернута уже летом скорее всего это так ну и конечно пока она не будет свернута европейский центральный банк не перейдет к повышению ставок и тем более к сокращению баланса конечно ожидается рынком пока что первое повышение ставок в декабре но лигард заявила что не исключает и летние месяцы для повышения ставки если инфляция будет расти мы знаем что инфляция будет расти поэтому вероятнее всего ставка и cb будет повышена именно в летние месяцы вот ну лигард конечно же много раз упомянула россии украину в виду чего растут цены цена очень высокие при этом что любопытно и cb не ожидает нас на долгосрочном отрезке высокая инфляция но в принципе да та система которая сейчас у нас присутствует до в монетарном мире она дефляционная почему потому что экономики закредитованы поэтому конечно новый кредит берется вяло даже под отрицательные реальные процентные ставки под нулевые процентные ставки поэтому это конечно дефляционная дефляционная структура но рост цен который мы сейчас наблюдаем это форс-мажор который вот окутал просто окутал мировую экономику со всех сторон то есть бегство из-за высоких инфляционных ожиданий бегство в реальные товары повышают спрос просто несколько раз выше чем обычно это конечно же заставляет производить товары именно в производственном секторе что повышает спрос на рабочую силу расширяется бизнес то есть идет активное расширение но было по крайней мере да вот мы знаем что уже больше года нет год у нас уже идет цикл охлаждения идет фаза охлаждения делового цикла в производственном все секторе но тем не менее сектор поддерживаются заявки высокие и это создает спрос на рабочую силу мы видим что дефицит рабочей силы в штатах прям катастрофический редкий исторический там и так далее так далее то есть это заставляет повышать зарплату работникам монетарные власти создали денежный навес особенно в штатах те кто читает мой канал телеграм об этом знают я выкладывал слайд на эту тему действительно есть монетарный навес денег больше чем нужно и это тоже создает инфляционные условия ну и повышенные расходы государственные тоже имеют имеют инфляционный характер то есть мы видим что вообще в принципе все показатели да и сырье конечно же как как без него из и сырье тоже на это указывает то есть мировая cb входит в цикл ужесточения это конечно же плохо для делового цикла для стороны спроса в экономике если если говорить о ввп да то есть деньги дорожают также это чревато сокращением бизнеса почему потому что те компании которые работали при низкой рентабельности что позволяло им это делать в цикле низких процентных ставок они конечно же будут уходить из рынка потому что их бизнес на будет уже убыточным то есть одолжевать деньги будет невыгодно стоимость денег будет выше чем их рентабельность второе конечно при этих издержках которые сейчас у нас проявляются высокие цены на рабочую силу высокие цены на сырье конечно же это все на логистику в том числе потому что дорожает топливо это все цепочки конечно это тоже приведет к сокращению бизнеса то есть на мой взгляд мировой деловой цикл я имею ввиду мировая экономика начнет сокращаться и это окажет понижательное давление на фондовые рынки на товарные рынки в том числе то мы сейчас еще поговорим о товарных рынках как я уже упоминал неоднократно своих выпусках и в своих в своем канале телеграмма я уверен в том что цены на сырье снизится так или иначе да то есть будь то какие-то искусственные действия связанные с увеличением спроса тех же энергоносителей либо же это будет невидимая рука рынка которая запустит кризис и просто сократится спрос автоматически естественным путем скажем так вот поэтому я считаю что центральные банки тоже прикладут приложат приложат к этому свои усилия да то есть это дело все начнет сжиматься вот то что я вам показал да есть ряд факторов которые носят стактфляционный характер мы сейчас еще посмотрим по ожидаемой инфляции снг 500 мы также это видим на фоне плохих потребительских ожиданий до плохих я имею ввиду напомню чаганском университету по по исследованиям вот и ожидаемая инфляция она очень высокая 5 4 процента на следующий год на минуточку а вот но и я тоже момент в реальном секторе есть момент с неким циклом перри на перепроизводство да то есть есть очень высокий уровень запасов на складах как производители оптовиков розницы то есть это все говорит о том что запасов накоплено много и собственно при росте и сдержек как мы сейчас видим при удорожании денег конечно же на предприятие будут сокращать свой бизнес поэтому я считаю что ведущим показателям за которым за которыми нужно следить и которые я транслирую себя в программе это как раз таки розничные продажи и рынок труда то есть вот новые заявки на пособия выходят еженедельно и индекс рейдбук выходит еженедельно то есть это те два на мой взгляд индикатора самая быстрая по макроэкономике америка по американской экономики которые стоит отслеживать и они о многом они могут скажем так предупредить заранее и сказать о том что смотрите уже идет ухудшение то есть снижение спроса и рост безработицы это конечно же будет говорить о том что экономика сжимается то есть пора валить ну и конечно денежный рынок мы сейчас по денежному рынку поговорим с вами в блоке с оценкой с оценкой риска итак друзья первая картинка это обратная фьючерсная кривая по 30-дневным облигациям о чем она говорит она говорит о том что биржевой народ то есть участники рынка уже продолжают ожидать и 45 повышения ставок до конца текущего года от фрс но я не удивлюсь если на следующей неделе мы услышим повышение сразу на 50 базисных пунктов то есть на 0 5 процента для меня это будет неудивительно почему потому что действительно как прогнозирует моя модель инфляция выходит из-под контроля поэтому я считаю что проблемы которые на сегодняшний день накопились на финансовом рынке мы часто все еще увидим они уже подразумевают тот момент что нужно ускоряться на самом деле фрс вот павел своей риторики даже павел перед выступлением в конгрессе он дает понять что фрс опоздала и поэтому вполне возможно что фрс захочет сейчас догнать и сразу увеличить ставку на 0 5 конечно это при это придет это будет сюрпризом для рынка но это точно придушит инфляцию это точно придушит спрос на сырье это точно замедлить деловой цикл придушит спрос на рабочую силу то есть конечно же тут надо чем-то жертвовать до либо скажем так реальной экономикой которая на которую пагубно влияет инфляция либо же финансовыми рынками но здесь финансовый рынок оживить проще на мой взгляд чем экономику поэтому лучше пожертвовать финансовыми рынками чем идти на поводу на уолл-стрит а потом не знаю даже что и делать если будет сток фляция но и фьючерсная кривая мы видим синяя линия текущая и недели ранее серая линия мы видим что все цены по фьючерсной кривой находятся ниже на тику на этой неделе чем не недели ранее то есть но это и говорит о том что ожидаются более низкие цены то есть более высокие ставки далее классическая метрика медь к золоту здесь любопытный момент если мы пройдем вот поддержку на мой взгляд это будет шартовый сигнал для рынка меди и в общем то на мой взгляд рынок меди сделал свои цели и на сегодняшний день он начинает сжиматься то есть дешеветь ожидая ожидая цикл рецессии в реальном секторе до сектор услуг может быть в положительной зоне то есть выше 50 а вот реальный сектор может оказаться под давлением ну и в принципе я этого я хочу здесь сделать сделку по меди я вышел раньше времени немножко конечно было ощущение упущенной прибыли но она быстро испарилась в виду известных вам причин доходности десятилеток в районе двух процентов оживился рост десятилеток в общем то ну как мы сейчас увидим по тех анализу я думаю что доходность десятилеток и длинного края да и вообще по всей длине фьючерсной кривой будет продолжать расти почему я так думаю да все просто потому что у нас есть момент стокфляции момент высокой инфляции конечно же момент ужесточения денежно-кредитной политики то есть рост ставок и сокращение баланса фрс это все эти все показатели за рост ставок премии за риск мы видим что премии резко вернулись но это связано именно с ростом ставок на длинных краях кривых доходностей по развитым по долговому рынку на развитых странах у развитых стран почему потому что опять-таки инфляционные ожидания то есть это не результат роста аппетита к риску а это результат и высоких инфляционных ожиданий но тем не менее да вот выход из длинных триджерис освобождает некий кашка который куда-то нужно парковать на мой взгляд я продолжаю в это верить скажем так это золото и биткоин почему-то именно они сейчас находятся под давлением но вполне возможно что это давление перед хорошим ростом судя по этой картинке нельзя сказать что премии за риск сигнализирует о росте аппетита к риску а вот дата освобождение кэша это вопрос который будет у нас отображаться на финансовых рынках и нужно последить не думаю что это фондовый рынок честно говоря не думаю что это комоды а вот золото биткоин да вот такие вещи которые в принципе вполне себе актуальны с процентные ставки финансовой системе сша находятся в очень опасном положении на мой взгляд спред между десятилетками и двухлетками доходности я имею ввиду сократился до 20 базисных пунктов 0 2 процента небольшой отскок был в пятницу но он пока сколько дохлой кошки да то есть эти это уровни уже момента кризиса весны 20 года за год до кризиса но чуть меньше да да даже чуть меньше у нас была инверсия инверсия и если не вмешается фрс сокращением баланса если не начнет продавать свои активы на открытом рынке что что повысить ставки длинных трежерис то мы получим инверсию уже в ближайшее время обратите внимание какая скорость снижения да то есть это говорит о том что рецессия приближается как у компании кока-кола новый год приближается так у этого показателя приближается рецессия и тоже о грядущих проблемах финансовой системе говорит говорят ставки корпоратов да и десятилеток то есть но без рисковых без рисковым то скажем так показатель растет то есть доходность корпоративных облигаций относительно десятилеток нарастает то есть это говорит о том что распродают распродают корпораты ожидая серию дефолтов о которых я говорил да что в общем то это может происходить потому что компании с низкой рентабельностью будут уходить из рынка поэтому вот на мой взгляд рынок это играет да это не кризис который мы наблюдали в весной двух ты 2020 но это и не моментом того же там лета 21 да то есть мы видим что идут процессы и процессы достаточно жесткие например в 2018 эти уровни уже казались высокими поэтому я считаю что момент крайне тонкий для финансовой системы мировой финансовой системы конечно же не не только американская потому что глобализация просто объединила весь мир не только финансовом плане но и в товарном момент конечно заморозка денег не резидентов в россии тоже дает о себе знать мы сейчас посмотрим что это не столь страшно но процессы вот идет какие-то процессы нагнетания момента вот давно хотел вам показать показывал в прошлых я выпусках момент с стокфляционными ожиданиями между ожидаемая инфляция пятилетняя и котировка местный 500 котировки снижаются ожидаемая инфляция растет то есть что это как не стокфляционное настроение то есть мы видим что бизнес у нас имеет стокфляционное настроение ввиду этих показателей и потребители имеют тоже стокфляционное настроение то есть в общем-то формируется устойчивый цикл средины семидесятых который перешел в рецессию и который закончился семилетней рецессии семилетним сжатием ввп поза поэтому я считаю что момент крайне опасный и выходить из него будет крайне сложно конечно если удастся обуздать инфляцию то фрс снова сможет монетизировать да и госбюджет и вы выдавать бесплатные деньги и так далее так далее но пока инфляция на текущих уровнях и она не собирается сдаваться никто не сможет то есть придется чем-то жертвовать и жертвовать конечно финансовыми рынками вот но мы видим да что ожидаемая инфляция уже 3 5 процента это максимум и за 20 лет больше показателя и из глубже истории вот показателя 5 лет инфляции нету поэтому невозможно посмотреть то есть это и исторические максимумы вот по данному показателю как минимум за 20 лет вот и это не рефляционное ожидание это не ожидания от кюе которые были у нас с весны двадцатого года да то есть фильм все это это были рефляционные ожидания которые подпитывали рынке ликвидностью а сейчас это именно инфляция предложения это та плохая инфляция которая не связана то есть даже даже перспективы сокращения баланса не придавливают инфляционные ожидания поэтому я считаю что фрс вполне возможно повысит на 50 базисных пунктов на следующей неделе это будет шоком для рынка момент вот приятный момент скажем так положительный момент с точки зрения абсорбции ликвидности финансовой системе сша не резиденты сокращают спрос на доллары сокращают спрос на обратное репо и минфин тоже сокращает спрос на долларовую ликвидность достаточно положительный момент вот среди вот этого негатива который присутствует везде до везде до около скажем так ну и это конечно же не не дает упасть вот показателю денежной массы и день но это один из мультипликаторов да скажем так то есть не дает упасть но на самом деле это плохо что мы в боковике хорошо что мы перестали расти это факт то есть у нас есть некое послабление на денежном рынке но плохо что мы не снижаемся и снижаться мы не сможем потому что снижаемся мы по этому показателю по мультипликатору только в случае если у нас есть к юге то есть если у нас избыток денежных средств сейчас его нету ну и кстати вот последняя картинка об избытке к чему привело привели проблемы связанные с заморозкой активов нерезидентов в россии там около около 500 миллиардов долларов мы видим что обратное репо в финансовой системе американской у нас начали сокращаться то есть ликвидность избыточная в размере там 1 и 5 триллиона долларов все еще остается и она и она покрывает до те проблемы которые связаны с заморозкой денег нерезидентов капиталов вот поэтому в принципе если бы не избыточные резервы мы бы получили бы уже очередной финансовый кризис слава богу что они есть и пока и пока эта проблема нивелируется ну что ж ну что ж друзья дальше у нас идет уже был по рынкам давайте подытожим вот короткий итог блока с рисками по аппетиту к риску проблема имеется на проблема точно имеется проблема стакляционного характера проблема с процентными ставками проблема вызванная нехватка ликвидности из-за заморозки средств нерезидентов то есть это все проблемы они имеются да и если посмотреть на спреды там десятилетки двухлеток спреды как корпораты трижеря то в общем то проблемы уже серьезно то есть мы приближаемся к тем уровнем где начнет развиваться финансовый кризис в общем-то фрс заявляла что основным инструментом должно быть члены фрс но которые имеют голос да они заявляли что именно баланс фрс должен быть основным инструментом в текущем какие почему потому что нужно повысить доходность длинных трижерей для того чтобы выровнять кривую доходности и сохранить возможность коммерческим банкам переносить процентный риск в цикле повышения ставок то есть это очень важно и этого сейчас не происходит поэтому вероятнее всего мы это услышим уже в марте вот в среду я думаю что мы услышим о повышении ставок вероятнее всего это будет 50 процентов 5 процентов измите 50 базисных пунктов 0 5 процента вот вероятнее всего речь будет идти именно об сокращении баланса поэтому думаю что я ожидаю истребиное заседание и в общем-то она уместно уместно в тех условиях которые сейчас сложились нужно жертвовать жертвовать рынком фондовым рынком который легче восстановить до чем чем экономику поэтому я думаю что время это пришло но это мы видим кстати по кривой по фьючерсной кривой на векселя которая говорит о том что ожидается там повышение ставок за этот год там в районе 100 базисных пунктов даже даже там плюс минус 120 поэтому я думаю что фрс возможно начнет работать на опережение и сделать такой превентивный скажем так превентивное повышение сразу чтобы создать сюрприз на рынке да и таким образом ударить по инфляции об этом уже скоро узнаем поэтому гадать мы не будем по поводу ликвидности я плюс минус все в порядке но опять-таки перспективы скорее всего не радужные думаю что ликвидность будет зажиматься ну и в общем то это окажет давление конечно же на деловой цикл ну что ж давайте перейдем теперь уже к трейдерской части скажем так моего выпуска это анализ рынков и их перспективы итак друзья первая картинка это недельный график доходности до десятилеток ну в общем то здесь напрашивается очевидный удар в 2 и 4 процента ближайшая цель и мы оттестили предыдущие хаи а тестили пятилетнюю среднюю и в общем то такое небольшое как небольшой как он конкретное поглощение на недельных графиках конечно это инфляционное ожидание конечно же это ожидание ужесточения дкп от фрс думаю что 2 и 4 это прям маст хэв далее будем смотреть в принципе 332 тоже на 32 у нас есть прям конкретный хай конкретный большой хай который преодоление которого запустит новый цикл роста процентных ставок и в этом цикле на самом деле золоту нет места вот в чем смысл мы сейчас еще по золоту посмотрим там момент очень скользкий но я продолжаю его держать по поводу smb 500 мы наконец-то с третьего раза мы продавили уровень 4 260 на недельном графике мы наконец-то закрылись ниже то есть было две втяжки мощных в этот раз не удержали хотя попытка тоже было хвостик есть вот ну как бы 4000 напрашивается в первую очередь далее 3 800 ну и как бы пятилетняя средняя кстати вот она важная потому что мы в нее бились 2011 года поэтому 3 400 это вообще камень преткновения то есть мы не должны его пройти если мы будем проходить 3 400 и как бы перевернемся то это цикл это цикл снижения фондового рынка америке который может продлиться очень длительное время поэтому я считаю что здесь могут быть большие проблемы пока их нет то есть я предлагаю следить за 4300 то есть отсюда наверно можно даже посмотреть закупиться но вряд ли закупиться с прицелом перехая то есть я думаю что это закупиться на какой-то период посмотрим то есть я это пока рассматриваю и в общем-то планирую это делать по поводу доллара моя авторская оценка я ее публикую по воскресеньям в телеге кому интересно подписывайтесь там читайте она строится на сотах на на сентименте и в общем то мы подошли вот рыжая область белым кантом мы подошли к нулевой отметки то есть рынок начинает новый рынок доллара начинает новый цикл роста новый цикл роста после охлаждения такого заметного охлаждения по поводу чисто спекулятивной позиции она сократилась и это наконец-то хорошо потому что высокие уровни меня напрягали в общем то если посмотреть на на цикл четырнадцатого года то вот ну даже и восемнадцатого девятнадцатого то пике пике цикла на пике чисто спекулятивной позиции приходится еще где-то на средину тренда примерно то есть еще тренд потом продолжает расти и в общем то сейчас то что мы остыли охладились это как раз таки говорит о том что рынок готов двигаться дальше и в общем то если если сбудется мои предположения о б более есть рябинном заседании чем ожидает рынок то доллар конечно перешагнет сотку по поводу сотки недельный график до сотка сто сто один крайне важные уровни и обратите внимание что мы сломали восходящий фрактальный канал сломали точно потому что две недели выше верхней границы и это говорит о крепости доллара причем крепости очень серьезный что опять таки плохо для золота поэтому я считаю что золотом нужно быть поаккуратней ну давайте мы вынесем в конец видео разговоры о позициях далее думаю как 101 если проходим далее 104 104 если проходим 110 112 я больше чем уверен что мы будем на 112 вопрос в тайминге да то есть когда мы там будем вот это важно то есть мы услышим фрс и дальше будем делать выводы поэтому подписывайтесь на спонсорский канал и я там оставлю комментарии оставил комментарии по заседанию и cb поэтому милости прошу подписываемся всего 5 долларов подписка стоит такой взнос скажем тогда вот что касается распределения чистых спекулятивных позиций по валютным фьючерсом торгуемых на чикаго картинка интересная во-первых по канадцу мы резко упали под вниз да то есть под ноль в отрицательную зону вероятнее всего перестали ожидать лонг по нефти тоже немного она минимально ушел вниз фунт немножко сократилась позиция по евро но она все равно еще выше 0 момент по австралийцу у нас он нанесен сиреневой линией а показатель продолжает снижаться то есть я считаю что это как раз таки история о снижении меди новозеландец тоже в шортах и и позицию углубляется вот но швейцарец японец давайте оставим за скобками то есть я считаю что распределение чисто спекулятивной позиции как раз таки говорит против дальнейшего роста сырьевого рынка но настроение пока очень скромные по нефти то есть по меди уже более агрессивно поэтому наверное нужно подождать коррекцию по меди и все-таки сделать эту сделку далее потоки на финансовом рынке золота переходим к рынку к рынку золота о чем давно хотел вам рассказать потоки динамика объемов очень мощная очень мощная динамика объемов учитывая что цена была сильно волатильной на этой неделе я считаю что это была борьба то есть это был приток ток скажем тогда при этом чистая спекулятивная позиция немножко выросла до выше максимума вы выше годовой средней что достаточно важно на мой взгляд потому что последний раз выше средней так уверенно я имею ввиду мы находились ровно год назад поэтому считаю что перспективы есть это что борьба происходит которую мы видим по объемам это важно это важно поскольку есть быки есть быки которые хотят покупать что тоже немаловажно эта история с обратным обратным спредом по фьючерсной кривой на семье синяя линия это вот обратный спред мы видим что он продолжает расти несмотря на снижение цен на золото последние разы когда такое было к сожалению не вошло вошло это было вот в январе когда цена золота дешевела спред рос те кто смотрел меня в то время помню что я говорил что это на рост золота и в общем то и так оно и получилось на сегодняшний день вот такая же самая комбинация в общем то можно ожидать что это просто коррекция перед дальнейшим ростом сейчас мы это все еще проговорим по поводу сезонности здесь какая-то плоская динамика то есть не не нам не вам я думаю что шансы все все-таки есть по поводу техники да у нас есть сильнейшее сокращение в начале недели просто великолепный рост думал уже будем проходить хай закрепляться обновлять исторический максимум и закрепляться этого не произошло но происходит следующий тест тест предыдущих важной зоны предыдущие здесь вот было касание свеженькая до феврале месяца здесь было касание в начале 21 январе касание в ноябре 21 20 извините и вот проторговка такая плотненькая на летом си летом и в начале осени двадцатого года то есть на мой взгляд я считаю что это очень важный тест тест пока состоялся будем посмотреть да то есть если будем обратно отрастать то вполне возможен перехать с движением 2600 в принципе в цикле стокфляции я считаю что рынок золото имеет имеет подпитку тем более если у нас будет и мы наблюдаем отток с длинных трижерей отток с корпоративных бондов если будет дешеветь а сэмпи 500 дальше то вот в область 3 800 это будет отток еще и сэмпи это по идее должно сформировать спрос и в текущих условиях спрос кроме как на золото и bitcoin на мой взгляд пока что не другого пока не дано потому что реальная доходность всех долговых обязательств до любых то ли корпоратов то ли гособлигации она отрицательная виду высокой инфляции поэтому пока реальная доходность не стабилизировать хотя бы в районе 0 спроса не будет на отрыжаки но я имею ввиду на долговые обязательства поэтому в общем-то альтернативы немного сейчас на рынке поэтому я считаю что именно золото и bitcoin должны стать альтернативой но у bitcoin еще дополнительный спрос со стороны граждан россии вероятнее всего он продолжится вот поэтому я считаю что золото имеет шанс на рост но этот этот рост должен быть ограничен на каком-то этапе реальная доходность начнет выходить в плюс и конечно же золото растеряет все свои все все свое преимущество основного финансового актива но до этого момента есть шансы 2600 я где-то там плюс-минус ожидаю нужно пройти 200 для того чтобы для того чтобы запустить этот цикл медь по меди на прошлой неделе спекулянты покупали но вы обратите внимание что все в рамках боковика то есть нету ярко выраженного тренда но если посмотреть с точки зрения через призму технического анализа то вероятнее всего это медвежий флаг который говорит о дальнейшем снижение чисто спекулятивной позиции ну и мы должны понимать что она должна остановиться в районе там 2019 2015 году с точки зрения фронтального спреда есть экспонента было и по фронтальному спреду затухание синхронная при этом у нас сезонность тоже медвежья то есть тут надо понимать что локально сезонность вот март да вот вот этот вот цикл но дальнейшая потом сезонность восходящих конечно многое будет зависеть именно от нефти потому что это высоко калируемые инструменты нефть и медь поэтому но учитывая что в китае не все слава богу учитывая если вы к но не если а уже будет цикл ужесточения денежно-кредитной политики то перспективы спроса на медь будут крайне плачевны поэтому я считаю что медь в принципе у нас должна входить в медвежий цикл как бы уже он не начался но при этом стоит помнить что сезонность до начала мая у нас обыча и вот это время мы можем просто пилить боковик там несколько месяцев ну или месяц до быть в боковике после чего начнется фаза снижения вот а здесь нужно еще понимать роль россии до на мировом рынке меди я пока этот вопрос не анализировал но стоит его проанализировать то есть если вы это если вы знаете ответ какова роль да то есть какая доля импорта российской меди на мировом рынке напишите в комментариях мне тоже это интересно далее запасы на lme остаются крайне низкие лондонская биржа металлов и запасы на комиксе тоже крайне низкий к сожалению на лиме пятилетняя история на комиксе ничего подобного этого нет всего лишь 60 дней но и где-то видел картинку бы большую что вообще в принципе запасы мировые запасы находятся на очень низких уровнях поэтому конечно это подспорье для роста но опять таки если доля россии небольшая то как раз таки это медвежий сигнал потому что дело снижение делового цикла в производственного цикла в производственном секторе подразумевает сокращение спроса технически картинка очень красивая добили ту диагональ которую я отмечал на следующей на прошлой неделе думал что мы рванем все-таки до 5 5 по тестим вот зону 4875 развернемся еще сходим там в район 5 5 5 4 не произошло резко пустили очевидно что это уже цикл снижения начался резко впустили обратно мало того впустили ниже на предыдущего исторического максимума то есть переписан был историческим максимум на резко упали под предыдущий и под предпоследний да то есть уровень 2013 по моему вот поэтому здесь на мой взгляд нужно следить за 4 4 4 375 здесь очень важно на мой взгляд уровне но такие вот поддержка пробои точные это точно разворот то есть мы закончили цикл роста меди который начался весной 20 года чтобы хотелось конечно хотелось бы проторговать но рвать гнаться я не собираюсь то есть я буду ждать коррекцию не будет коррекции это не моя сделка по поводу рынка нефти кстати вышел мой ежемесячник ссылочку вы видите сейчас на экране там более подробно о рынке нефти я рассказал здесь тезис на скоринг на следующую неделю снова в медвежьей зоне неоднократно указывал на то что у нас зеркальная ситуация с двадцатым годом с отрицательными ценами тогда от скоринг мой тоже рисовал хай цены просто бурили дно ну потом был разворот и все окей поэтому на сегодняшний день думаю что это все к развороту рынка что любопытно кстати картинку почву с недельным прогнозом у себя в телеге по субботам кому интересно подписывайтесь что любопытно минэнерго американская все равно указывает на то что у нас текущем году рынок будет в профиците на 500 тысяч баррелей в сутки даже несмотря на на ситуацию с россией с российским импортом с российской энергетикой имеется ввиду вот на следующей неделе данные от опеки данные от мы посмотрим что они скажут а момент с фронтальными спредами но они просто были в космосе о чем я говорил ежемесячники на сегодняшний день у нас сокращение спрэда но все равно уровень очень высокий 3 доллара разница между первым и вторым фьючами это просто космос обычно это разница но даже долго это уже много читать то есть нефти рынок нефти остается просто в аномальной ситуации в она при аномальных метриках которые я рассматриваю а вот спредеры не ожидают дальнейшего роста спрэда то есть спредеры закрыли те спреды которые которые этот спред который был ну и не мудрено гарантийное обеспечение по спреду 200 долларов вы только вдумайтесь в это 200 долларов на семье при том что перенос через ночь стоит пятерку фьюча вы представьте почти в 30 раз меньше то есть можно было нагребти на один фьючерсный контракт 30 спредов и просто заработать на ровном месте 3 доллара вы представьте 3 доллара это 3000 30 спредов это 90 тысяч долларов про просто вот за один фьюч вы представьте что такое при этом мы условно имеем ниже риск конечно же то есть момент крайне интересно был для спрэдеров чем они воспользовались особенно по wti спрэдеры на бренде сокращали позу до роста спрэда но и на сегодняшний день позиции спрэдеров очень низкие но не очень низкие то я загнул конечно ну примерно в середине да то есть я имею до относительно хаёв они снизились то есть рынок дальше не ждет роста спрэда то есть не ждет вообще роста рынка сезонности невнятная у нас есть цикл до середины марта медвежий дальше бычий потом и потом резкое снижение в мае то есть в общем то именно май вот на мой взгляд выступает медвежьим месяцем для рынка нефти это уже по своему опыту но и март в март тоже случается вспомним на минутку 2017 да просто обвал в марте после двухмесячного узкого ну такой ниточки да на дневках в общем то тоже имеет место быть поэтому собственно вполне вероятно что это будет март с точки зрения денежных потоков чистая спекулятивная позиция нефть нефтепродукты у нас уже нарастает медвежья позиция то есть народ продает фьючерсные как контракты считаю что высоко и это меня напрягает то есть это вызывает у меня желание за хеджироваться снова колами я закрывал колы свои хедж там но чуть повыше вот и я таки перенес через выходные то есть я посмотрю что будет в принципе есть желание снова перекрыться потому что ставки на снижение рынка на мой взгляд это чревато дальнейшим ростом ну и по истории мы это видим да так было к примеру осенью двадцатого года так было в апреле 20 в апреле двадцатого года так было вот в осенью девятнадцатого года то есть в общем то на мой взгляд нужно опять перекрываться то есть я думаю что рынок нефти еще вполне возможно еще не закончил свое восхождение то есть нужно нужно потихонечку но опять-таки если говорить оба если говорить о фундаменте то высокие цены не могут быть долго вот в чем смысл и но и мы видим да что на на неделе в начале недели был просто нереальнейший гэп с большим таким хвостом там на дневках на четырех часовиках почти до 140 доходила цена бренда при том что хай на 147 148 примерно ну в общем то я в прошлом выпуске говорил о том что мы вошли в ту зону откуда во дважды уже падали и в общем то скорее всего эта зона принципиальная с точки зрения макроэкономики и в общем то на этот раз мы просто поставили шпильку не факт что она финальная да возможно еще одна возможно еще один перехай в нижнемесячнике я говорил что 150 160 это то что я ожидаю максимум от цен на рынке нефти хотя нового говорит о том что утроятся цены по всем энергоносителям ну в принципе но как может говорить что что угодно тем более если ему нужно поговорить я считаю что невозможно чтобы было нефти там 300 300 долларов за баррель просто не выдержат компании таких издержек закроются будут потребители будут отказываться от бензина ездить на велосипедах там но это это нереально то есть если бензин сейчас стоит там четыре с копейками что тогда там по-моему под 5 до а то 15 вы ну вы представьте кто будет так кто будет покупать бензин ну во первых это повысит спрос на электромобили точно во вторых это повысит спрос на разные самокаты электро велосипеды какие-то мопеды то есть люди пересядут на более экономичные средства благо выбор уже есть это в это вам не семидесятые годы момент на рынке газа выпустила минэнерго свой прогноз мы видим что с марта месяца ожидается рост запасов до октября месяца дальнейшее с дальнейшим снижением ну понятно что наступление холодов новой зимы конечно это снижение запасов то есть в общем то ближайшие там два квартала у рынка есть для того чтобы поиграться в шорт до в шорт против в шорт против толпы скажем так локально на неделе у нас уже был момент профицита рынка однодневный но в среднем у нас дефицит держится потому что продолжается сезон отопительный и он подходит концу в плане сокращения запасов они сезонно сокращаются да то есть сама сама сайт сокращение от недели к неделе все меньше и меньше что соответствует завершению сезона поэтому в общем то пока здесь ничего удивительного фронтальный спред уже отрицательный то есть уже рынок приходит себя базис базис тоже отрицательные то есть цены на спотовом рынке ниже чем фьючерсные цены что говорит об отсутствии дефицита на американском рынке газа и в общем то это явно против дальнейшего роста момент со спредом как я говорил он уже в отрицательной зоне и накопился на мой взгляд неплохой неплохая дивергенция между показателями сезонность но два из трех да у нас нисходящая и только 30-летняя восходящая то есть в общем то на мой взгляд при этом спекулянты тоже не покупают рынок но на очень низких уровнях чисто спекулятивной позиции на мой взгляд все сводится к тому что рынок по идее входит в продолжение медвежьего цикла нужно пройти уровень примерно 44 дальше у нас 39 дальше 35 ну и 25 вот похоже на на цели на глубокие цели до по данному циклу снижения думаю что шансы есть тем более на если американский рынок проигнорировал стремительный рост экспоненциальный рост очередной экспоненциальный рост на рынке европейского газа да то в общем то там прям были новые исторические максимумы очередная паника хавьер блас наш многоуважаемый энергетический обозреватель блумберг тоже там как кошмарит прилично да насчет того что все пропало вот но конечно идут колоссальная колоссально усилия прикладываются для балансирования идут контакты в области энергетики между мировыми лидерами то есть конечно же это все имеет носит крайне крайнюю высокую ценность ну и в общем то ну думаю что если рынок газа американский это пропустил то в общем то он достаточно слаб да мы сделали как я упоминал в прошлый раз но думал чуть повыше будет там 5 4 5 и 2 где-то будет да но немножко мы не сделали эту цель рынок рухнул да вот сделав верхнюю границу но на сегодняшний день нижнюю не пробил да то есть сам факт остается то есть это может быть не двойной зигзаг а тройной к примеру и тогда рынок снова попробую штурмануть 5 и 5 но в общем я больше чем уверен что рынок газа снизится против вот этого вот кошмарного фона рынок будет двигаться вниз для ну как бы против мнения толпы до против мнения рынка ну и в общем то теперь вырисовывается уровень 2 и 5 достаточно неплохой тем более мы должны понимать что это будет волна c в abc да то есть она будет самая динамичная ну и как бы это уже не была первая да это вторая и сейчас формируется третья самая мощная завершением прям где-нибудь в районе трех с наборочкой 4 и 5 уже там больше ближе к 2 там 2 и 5 2 вот такой примерно у меня план ну конечно тут надо понимать что 5 5 это стопы то здесь очевидно что здесь нужно перестраховаться зерновые рынок зерновых будет чуть побольше еще затронем кукурузу пшеница баланс минсельхоза американского на текущий маркерный год заканчивается в мае 22 года текущий маркерный год ожидается дефицит меньший дефицит чем в февральском отчете запасы соответственно сократятся чуть меньше чем чем ожидалось февральском отчете также баланс мирового рынка ожидается тоже тоже в меньшем профицей дефиците то есть в общем то все в порядке не знаю не упоминалось в записке момент с пассивной в украине и россии видимо сам отчет готовился до того как россия напала на украину поэтому думаю что момент возможно в следующем отчет эти уже упоминания будут пока этот отчет спокойный с точки зрения с чистых спекулятивной позиции она выросла но незначительно мы даже не пришли к хаю учитывая вот невероятную экспоненту да но народ не закрывается при этом что любопытно доставлю уровне держатся по чисто спекулятивной позиции несмотря на то что цены рухнули там около 200 долларов потеряли в концу недели на почему а ну данная на вторник то то есть может быть конечно же у нас была распродажа которая просто не вошла в данный отчет момент с фронтальным спредом на синяя линия он в пятницу снижался а пшеничка немножко подросла видимо да на дальнейшее снижение тем более сезонность за снижение там до конца месяца там потом плоская динамика то есть в общем то на мой взгляд вполне возможно до продолжение снижения но опять-таки вопрос пассивной на украине в украине и в россии как это все будет происходить будет будет ли она не будет сейчас вроде бы как мобилизирует всех всех фермеров то есть нужно сеять и так далее так далее то сейчас фермеры на на особом счету поэтому должны успеть но если посмотреть на более глубокую сезонность то низкий низкий сезон до начала мая поэтому в общем то опять таки я закрыл свои сделки по пшенице я не помню это было то ли в начале недели то ли на прошлой неделе но я не перезашел в шорт то есть я не успел было все динамично да как-то и стрёмно было мне хотя и опционами в общем то можно было а вот 1100 она сейчас стоит в начале недели было 1350 250 пунктов долларов потеряли мы две с половиной тысячи пунктов вот возможно движение полторушки то есть я не удивлюсь если будет еще перехай но как минимум в прошлый раз до когда в 2008 была похожая история примерно 2 там плюс-минус до пинцета мы не не дотянули но плюс-минус был пинцет то есть я думаю что вполне возможно еще одно движение вверх и потом уже снижение это движение но может закончиться на полторушке может вот я пока не захожу шорт я буду ждать буду думать а ну и кукуруза от минэнерго но господи админ сельхоза у нас данные профицит ожидается в меньшей степени поэтому рост запаса в меньшей степени по поводу чистой спекулятивной позиции синяя линия да мы опять подошли к хаям но берите внимание что х и практически всегда приходится на хай рынка да здесь вот был перехай да вот хай вполне возможно такая структура до цены здесь был хай здесь был хай здесь был хай то есть принципе вот х и спекулянтов они всегда приходятся на хай рынка то есть где-то здесь мы находимся на хае если посмотреть на фронтальный спред то в общем-то синяя линия да да в общем-то он после коррекции продолжает отрастать то есть в общем-то синхронно скажем так синхронизирована свечом сезонность медвежья локально но вообще сезонность бычья по кукурузе вот до мая месяца вот поэтому локально возможно какое-то какая-то слабость дальнейшим ростом с точки зрения тех анализа ну в принципе 880 900 то есть я думаю что где-то здесь у нас будет уже остановка но и опять такие вопросы посевной тоже очень очень важно по поводу кстати на скорости изменения цены мы находимся на уровне 2011 12 годов но ниже чем в восьмом то есть в общем-то на мой взгляд движение к 88 в 880 вполне себе этот путь открыт то есть мы можем это сделать но и в общем-то это синхронизируется с еще одной волной роста на рынке пшеницы поэтому не удивляемся если она произойдет ну что ж коллегия это и все давайте теперь подытожим этот выпуск друзья что мы имеем на сегодня я уже при привел ряд ряд показателей которые указывают на перспективе стокфляции с дальнейшей рецессии к этому по подталкивают и центральные банки к этому подталкивает экономика китая моменты очень серьезные с ценами на сырье моменты серьезные с курсом доллара да то есть с процентами ставками то есть на мой взгляд формируется такое такие условия при которых спрос на золото и bitcoin должны расти поэтому я остаюсь в этих сделках в общем то даже больше это для для диверсификации продолжаю держать шарты по нефти по газу тоже немаловажно думаю что ненадолго мы останемся на этих уровнях и даже если будет дальнейший рост то в общем то экономика не выдержит то есть как компании будут банкротиться и уходить с рынка люди будут пересаживаться на электрические средства передвижения экономя деньги на бензине благо сейчас выбор этих электрических средств очень много а вот что хотелось бы сказать по зерновым тоже немаловажно да то есть но это даже очень важно голодные бунты сейчас уже об этом все сми пишут о голодных бунтах а их перспективах да но мы видим восьмой год тогда рынок просто рухнул сложился вопрос из пассивной если пассивная состоится в россии и украине то проблем не должно быть земля зима была снежная земля влажная то есть я думаю что если успеем все посеять то в принципе у нас урожай должен быть хороший вот на самом деле минсельхоз невнятно это все не осветила тему вот срыва по пассивной потенциального срыва но возможно возможно это будет след следующем отчете рынку газа тоже мы видим отчеты минэнерго которые говорят о росте запасов мы в общем-то рынок проигнорировал экспоненциальный рост на европейском рынке что в общем то скажем так благоприятно для снижения цен то же самое и по нефти минсель минэнерго прогнозируют профицит рынка в этом году даже в условиях вот отказа эмбарго до от энергоносителей россии вот что я еще держу конечно это рост длинных триджерий ставок длинных триджерий с десятилеток вести фьючи опционы на фьючи путы также у меня лонг по доллару открыт но наверное эти позиции буду укреплять скорее всего да на набираться по поводу фондового рынка не думаю что это время его покупать прям сегодня возможного 3 800 я рассмотрю эту покупку если будут сложены условия и сигналы о том что рынок корректе собирается отрастать то есть в общем то на самом деле на мой взгляд рост фондового рынка под большим вопросом вообще в целом то есть но вот локальная но какие-то восходящие тренды вполне себе уместны поэтому можно их локальника подбирать продать ли его да в принципе можно почему нет наверное это постараюсь сделать опционами ну как минимум рассмотрю эту возможность далее у меня шарты кстати опционами это японца австралийца и канадца то есть я стал против сырья и стал в пользу целей банка японии на мой взгляд банк японии оказывает интервенции оказывать давление на японскую иену для того чтобы оживить деловой цикл через экспорт то есть на мой взгляд вот это у меня идея fix я ее играю и в общем то мы видим что она пока отыгрывается кстати там 17 5 у меня было закрытие позиций то есть где-то у меня остается половина сделки на сегодняшний день я считаю что 120 это вот те цели которые можно преследовать на этом рынке кстати это и все сделки то есть больше я сделок не делаю да и в общем то я крайне аккуратен плюс у меня там накопилось какой-то вот такой негативный эмоциональный фон который я сейчас разряжаю по потихоньку да и в общем то он на самом деле остается достаточно негативным поэтому я не тороплюсь со сделками концентрируясь вот на шарте нога носителей возможно сделаю сделку по меди да то есть буду рассматривать технику посмотрю кстати в моем сервисе торгуем вместе мы я даю свой свой свою тактику на неделю в виде видео поэтому кому интересно пишите в личку поговорим на эту тему если вам интересен мой канал спон я имею ввиду торгуем вместе друзья всем спасибо за внимание всем спасибо кто меня поддерживает подписывайтесь на мои каналы если вам нравится моя деятельность youtube чик телега есть общая спонсорский это ранний доступ плюс мои комментарии 5 долларов ну и торгуем вместе тоже есть это уже такой full пакет да поэтому пишите в личку в телеге ссылочку на свою личку я оставлю в описании к этому видео ну и также там будут все ссылки на мои ресурсы поэтому переходите подписывайтесь спасибо всем за внимание до встречи на рынках пока пока